Это ЦСКА Баскет Шоу. Снова домашний карантинный выпуск. У меня дома студия и сегодня в мою домашнюю студию пожаловал легенда. ЦСКА первый в истории иностранный капитан, один из лучших баскетболистов Европы за всю ее историю. Матишь, смотришь. Сейчас баскетбол приостановлен. Чем ты сейчас занимаешься и где пережидаешь? Ну, дома. Дома, совсем я дома. Дети уже выросли. Сейчас уже с девушками начинали ходить. Тогда оба старшего сына есть подруга, скажем так, тогда и все дома и брать им время каждый в своей, скажем так, сказке. Как удается не забыть русский язык? Ведь ты же живешь в основном, конечно же, в Словении и в России бываешь от случая в случай. Языки похожи, скажем. Даже, может быть, лучше сербский и русский. Словенский немножко, но все равно. Смотрю, какой я, скажем так, телевидение, какой фильм или какую передачу. Но, может быть, 20 процентов забыл или просто я не в практике. Не знаю. Осталось в голове. Какой из этих финалов, вот 2006 или 2008, какой из этих финалов тебе более дорогой? Потому что в 2006 году в Маккаби был обыгран прямо в самой концовке. Преимущество было всего в 4 очка. Ну, в 2006 году Маккаби был фаворит. Даже зал был 80 процентов полный болельщиков в стране Маккаби. И мы, скажем так, боялись от них очень-очень. И, как и видно, только в самом-самом концу успели обыграть эту желтую зверю. Конечно, дорогая победа. Первый год я в России, первый год в Москве было, скажем так, лучше начинание карьеры или продолжение моей карьеры в Москве. И всегда будут это вспоминать. Но 2008 год стали мы фаворитами. Давление было на нас. И мы показали, что мы достаточно сильны по характеру и ментально, что могли выиграть финал. Помню все эти эмоции, как бы это все случилось сегодня. Просто я был очень-очень доволен, что мы победили. И, ну, что сказать, хороший момент. Всегда рад. Помню всю историю с ЦСКА и все победы. Не могу выбрать, который титул, который победа дорогая или дороже. Просто оба занимаются специальным местом в сердце и моей карьере. Отличный комментарий здесь. Антон пишет. Я даже в том году волосы отрастил и сделал стрижку, как у смотиша. Наверное, имеется в виду не как у тебя сейчас, а как у того матеря из 2008 года. Да-да. Мы в последнее время и дома начали шутить, потому что как в Москве, так и в Словении все закрыто. Волосы не можно постричь, чтобы я опять длинные волосы не пустил, как на память, как было 10, 12, 15 лет назад. Кто был твоим кумиром, Ника спрашивает, когда ты только начинал играть в баскетбол? Это был мой тренер или, скажем так, учитель физической подготовки в школе здесь, в моем месте. Он был тренер первой команды. Он меня видел, позвал к баскетболу и остальная история. У нас Янис Стрелникс сказал, что его кумиром был, когда он начинал играть в баскетбол мальчишкой. Какой-то вообще неизвестный никому сейчас парень из его родного города маленького. И он очень ему нравился. И в честь этого неизвестного игрока он играет под номером на майке сейчас. Он в 18 в его честь. Прекрасным игроком стал Никита Курбанов прямо сейчас в Европе. И мог ли ты подумать о том, что этот молодой парень на скамейке запасных вырастет в такого великолепного мастера? Потенциал был огромный у Никиты. Просто когда Никита созрел в голове, себе нашел место в первой команде и показал всем, как он возможен, чего он возможен. Я просто рад для него, что он так классный игрок сейчас и что он успел себе развивать до такого уровня. Особенные отношения у вас с Андреем Воронцевичем. Каким был тогда Воронцевич и как у вас были отношения складывались? Я всегда, скажем так, думал, желал, что, скажем так, ветеран должен учить младшего. И я просто в Андрею видел, скажем так, парня, которым есть огромная любовь до баскетбола, который желает учиться, который желает развиваться. Он хотел своим, не знаю, знаниям, опытством ему помогать, сколько было возможно тогда. С ним всегда было хорошее отношение. И Андрей хороший парень. Спасибо большое, что был с нами сегодня. Матяш, было очень приятно с тобой пообщаться. Дорогие друзья, будьте дома, оставайтесь здоровыми. Самое главное, скоро все это закончится. Я уверен, баскетбол возобновится даже быстрее, чем мы думаем. Спасибо вам огромное. Это ЦСКА Баскет Шоу. До скорого. Счастливо.